Значит, продуло. Если что-то пропало у вас, значит, продолжайте делать то же самое. Вот, допустим, вы бежали, и голос пропал. Бежите дальше, и в следующий день голос восстановится. Потому что, если человек продолжает, значит, он пролечивает себя. Если человек остановился, вот, допустим, как люди калечат себя. Начало бегать, колено заболело, перестало бегать. Все, хроническое заболевание. Начало бегать, колено заболело. Подожди чуть-чуть, чтобы колено отдохнуло. Потом пять беги. Потом пять, пока его не вылечишь. А если начала бегать, и как бы колено заболело, до свидания бегать, значит, тогда ты приняла, ну, как бы, хроническое заболевание. Оно вышло, но почему заболело? Болезнь выходит наружу, когда человек двигается. Паститься человек начинает, тоже болезнь не выходит наружу. Дальше надо продолжать поститься. Пока все болезни постом не вылечишь. Когда уже хорошо, тебе легко поститься, можешь закончить. Неподвижное положение тела вылезло все наружу там. Продолжай, пока не пролечишь вот этот пласт болезни. А потом заканчивай, когда тебе уже легко так стоять неподвижно. И так далее. Понимаете, как надо жить. Но если ты все время пугаешься всего, или мужика нашла себе, живешь с ним, началось выходить наружу все. Живи дальше. Пока все не пройдет. Легче не станет. А когда легче стань, тем более живи дальше. Здесь система не работает, что надо другого мужика в этот момент искать, когда все уже пролечено. Чтобы в следующем мучиться потом. Нет, надо быть счастливым дальше. Зачем себе глупости делать? Разговаривать не надо. Приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Это важно. Если очередь вам не имется, вам теряйте с чем придется. Вот и займитесь в рот саду броми. Разговаривать не надо. Понимаете? Надо медитировать. Желать всем счастья, молиться. И самое главное, запомните, когда вы бегаете, когда вы молитесь, человек не должен быть мрачным и хмурым. То есть он должен радоваться, всем желать счастья. Поэтому я желаю всем счастья. Это как бы основная настройка для победы над судьбой. Нельзя быть мрачным. Это не дает победы над судьбой. Неправильный настрой. Это очень важно. Будьте внимательны к этим вещам. Еще также следует знать, что у нас есть просто вот строение психическое. И надо тоже его знать. Это тоже хороший метод диагностики судьбы. Например, у женщин, у каждого человека есть ум. Это психический остов человек. Ум это такая структура, в которой находится характер, судьба, настроение, счастье и страдания. Все находится в этом уме. Его называют еще тонкое тело ума, потому что там каналы есть психические свои. И там есть чувства. Чувство зрения принадлежит уму. Ум не разрушается после смерти. Вот когда человек уходит из жизни, ум, психическое тело ума остается. Оно не разрушается. И чувства принадлежат уму. Чувства зрения, слуха, обоняния, осязания. Все принадлежит уму. И оно работает. После того, как человек уходит из жизни, все это живет. Человек видит, слышит. То есть можно слышать через органы слуха, когда мы находимся внутри грубого тела. Но когда человек выходит из грубого тела, он может слышать напрямую. Но при этом он не может вибрировать звук. Не может взять предмет из грубого тела. Не может положить что-то в рот. А психическая энергия кончается у человека. Поэтому человек, который вышел из грубого тела, он может кушать только за счет любви тех, кто его знает. Поэтому и нужно молиться за тех, кто уходит из жизни. Потому что эта любовь их кормит, дает им силы дальше двигаться по судьбе, в следующий тело, в следующую жизнь. Понятно, да? Но они видят, слышат все, как бы все понимают. Но при этом не могут пользоваться тем, что есть в этом мире. Так устроено в нашей жизни. Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место. Черное море, Анапа. Много светлых лиц. Две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!